Я хотел обратить тебе в связи с этим вопрос Джамшеда из Таджикистана. Он задает такой вопрос. Так получилось, что я иногда проповедую в церкви, вот и в это воскресенье проповедую на собрании, но я также работаю. Работа занимает у меня почти все мое время, так что бывает трудно готовиться к проповеди. Как мне быть? Что выбрать? Это очень актуальный вопрос, особенно для людей, живущих в Израиле и где-то в эмиграции, которые ходят на собрании. Я бы прокомментировал, что ты рекомендуешь ему и другим людям. Это немного похоже на тот вопрос, который мы отвечали Анне из Краснодара. Но у нее нет времени ходить на собрание, а здесь... Нет времени проповедуем. Да. Что ему выбрать? Я вас очень понимаю. Я тоже являюсь проповедником в церкви и в нескольких собраниях, и работаю. У меня бизнес, который съедает большую часть того времени. И я там, в отличие, может быть, от вас, работаю в удовольствие, потому что я сам хочу там быть. Это то, чем я люблю заниматься. Мы говорили об этом в одном из предыдущих эфиров. Я вас понимаю, что на самом деле времени всего 24 часа, так хотелось бы, чтобы было бы 28. И так хотелось бы, чтобы все про тебя забыли именно там, например. Ну, у вас, наверное, по воскресеньям проповеди, а у нас по пятницам. Чтобы все забыли про меня в четверг, чтобы я подготовился к проповеди. А потом, что в пятницу еще не проводить какое-нибудь там обучение по бизнесу. И тоже подготовиться к проповеди. Но обычно всегда все бывает не так. Вы знаете, меня вот в вашем вопросе немножко удивил ваш подход, и я попробую его немножко исправить. Это не так случилось, что вы проповедуете в церкви, а Господь вас поставил. Читаете первое постание Коринфянам, постание Ефесянам, написано, что Дух и Господь ставят вас проповедникам, апостолам, наставникам, учителям. И поверьте мне, если Бог вас туда поставил, Он все предусмотрел. Возможно, я еще раз говорю, я не знаю вас близко, и по этому вопросу я вам, может быть, проконсультировать вас точно не могу. Но могу сказать вам одну простую вещь, что не стремитесь к перфекционизму в своих проповедях. Ваша задача не рассказать красивую проповедь, а донести Слово Божие. А если Господь вас поставил проповедником в церкви, Он все усмотрит. Он усмотрит, какие слова вложить вам. Он усмотрит, какую мысль сегодня нужно через ваши уста передать. Он усмотрит даже, как эта проповедь будет подходить старому и молодому отцу и его сыну, матери, его дочери, бабушке и внучке и так далее. И просто, вот как в фричах написано, доверь дела свои Господу, и Он совершит. Просто доверьте это все, Он вас туда поставил, не просто так, у него есть дальние планы. Возможно, сейчас Он проверяет ваше сердце. Помните, как с Езекией кажется, когда Господь отошел от него, просто поверит, что на сердце у него. Возможно, это ваша проверка. Не слушайте, еще раз говорю, никакую ложь сатаны. Возьмите сейчас обетование из Библии, что Бог вас туда поставил. А тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. И мы это знаем. И даже если у вас сегодня нет времени, если я вам покажу свой график работы на каждый день, я думаю, если вы там найдете место вставить спичку, вам очень крупно повезет. Но при всем при этом упражняйтесь и в том, как правильно распределять свое время. Я знаю, что это тяжело, но это достижимо. И если вам нужна будет консультация, я могу вам ее предоставить. Если человек обратится в колл-центр, дадут мои координаты. Потому что одна из моих ключевых компетенций в бизнесе, это именно личная эффективность. Я помогу вам это сделать, потому что я и студент, я сам учусь, и я учу других. У меня бизнес, и выступления публичные. И вот в Иерусалим приехать дорога не близкая, между прочим. И на все это хватает времени. И еще подготавливать проповедь и вести отдельное служение в церкви. Поэтому просто доверьте свое сердце, дела свои Господи, Он совершит. Если Он вас там поставил, Он знает, зачем Он вас там поставил, и этим ободритесь. Аллилуйя. Я тоже просто присоединяюсь к этому, и хочу опять же вернуться к тому слову, которое Господь мне дал перед эфиром, в отношении того, что вам всегда нужно делать все в пользу Слову Божьего. Если вы загружены работой, вы это все равно делаете в пользу того, чтобы иметь хлеб насущный. А Библия говорит, что человек будет жив Словом Божьим, исходящим из Львов Божьих. Потому что если хотя бы есть какая-то возможность поделиться Словом, услышать от Бога, да, это сложно, да, это трудно, но, как Авиэль сказал, Бог даст вам благодать, Бог даст способность вам. Даже на работе, во время работы вы будете слышать Его, настраиваться на Его волну. Бог перед проповедью будет давать какие-то вам идеи. Надейтесь на Него, положитесь на Него, и Он абсолютно все совершит.